Дорогая церковь, конечно, я вас всех приветствую, но я хочу поделиться с вами сначала. Когда мы пели песню о том, что «Открой наши глаза, хочу тебя видеть». Знаете, я попробую что-то объяснить, если это вообще объяснимо. Я сразу увидела такую интересную вещь. Вот все это растворилось, и я увидела царство внутри. Когда Иисус говорит, «Царство Божье внутри вас». И я увидела действительно царство, вы понимаете, замки, все золотое, все сияющее, все сверкающее. Там, внутри. Вы знаете, это было неописуемое чудо. Действительно, наш Дух, вы знаете, там внутри, вне времени, вне временном пространстве. И царство внутри нас, а мы внутри Него. Дух общается там. Когда сказано, что вы приступили, да, не горе Сиону, то есть Синаю, а горе Сиону, к небесному Иерусалиму. Это же не просто красивые слова. Мы действительно приступили. Мы там. У кого царство Божье внутри, он там. Оттуда, говорит голос. Оттуда, хочется сказать, будет идти проповедь. Мы там общаемся. Мы туда заходим, мы там со святыми, достигшими совершенства. Бог просто показал. Но даже если вы не видите, вы просто верьте. И тут ревас, царство Бога, вы представляете? Вот такое красивое, золотое. Я вся ищу там, и не хочу туда выходить. Вы знаете, Дух замирает. Сколько чего у нас есть, и мы не знаем. Воистину, Господи, открой глаза нам. Но, наверное, если мы все увидим, мы не сможем жить на этой земле. Это будет слишком примитивно, слишком серенько. Мы будем совсем другими. Мы воистину преобразимся. Всякое откровение Божье, оно нас преображает. И сегодня я хочу немножко тоже говорить о том, что нас преображает. И о том, что мы совершенно не знаем. О нашем Иисусе Христос. Вы знаете, Иоанн такой чудный был апостол любви. У него очень много тоже было открыто от Бога, но все через любовь. И вот он говорит, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи. Кто знает, что мы дети Божьи? Мы дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Мы понимаем, мы вроде как разумом понимаем, что мы дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Хочется сказать, уже то, что Он показал, вот этот дворец, замок. Уже подобно Ему, потому что все внутри Него. Еще не открыто, что будем. И вы знаете, нам кажется, что, ну, Иисуса Христа мы хорошо знаем. Мы вперед и пополам, и как угодно Его уже изучили. Он нам открыт. Но я вам скажу, Он великая тайна. Иисус Христос великая тайна для нас. В Нем Бог только приоткрыл свое намерение о человеке. Только приоткрыл В Нем только приоткрыто наше предназначение для вечности. Но еще не знаем, что будет. Я вам скажу, что Он сокровенное Слово Бога. Оно нас манит, правда? Нас притягивает. И оно нас ведет в глубины. Как Он сказал, я пришел показать путь, я путь. И Он ведет, если идти этим путем, прямо в сердце Отца. Вы знаете, что только Слово Бога может привести в сердце Отца. Это единственный путь в сердце. просто нет другого пути в сердце Отца. Поэтому только соблюдающий Его Слово посланы через Иисуса Христа. И я вам больше скажу, только пребывающий в этом Слове находится на этом пути и движется в этом Слове, в глубины Отца. И опять скажу вам еще одну вещь. Те, которые в Слове, то есть в углублении Слова. Вы понимаете, что такое быть в Слове, да? Я в Церкви, я не рядом с Церковью. Я не смотрю на Церковь и не вижу здания. Я в здании. Те, которые в Слове, они в букву смотрят и читают буквы и цитируют. А те, которые в Слове находятся внутри Слова, они двигаются. Другие не проникают вовнутрь, они вот рядом с Церковью ходят. И втобусы едут и машины, все рядом. Можно быть рядом с буквой, рядом со Словом, но в Слово никогда не войти. А знаете, кто туда заводит во внутренности? Дух Святой. Дух Святой заводит нас в Слово, во внутренность. Поэтому некоторые знают глубину Слова Божьего. А некоторые знают букву Слова Божьего. Цитаты. И кто не познал этой глубины, вот именно Слова Божьего, кто не в нем, тот не знает глубин Божьих. Как Павел говорил, он называл это духовностью. И говорил, что остальные считают это безумием. Я хочу показать вам, что однажды Иисус среди всех учеников, и у Него их было много, позвал только двенадцать подняться с Ним на гору. Он увидел, что только двенадцать способны идти за Ним до конца. Пойти с Ним в глубокие отношения. Понимаете, в глубокие отношения пошли только двенадцать. Он сам их избрал. Вот посмотрите, уже из всех избранных. Марк 3, 13-15. Написано, потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к Нему и поставил из них двенадцать. Зачем? Чтобы с Ним были. И чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Хочу сказать, остальные не были отвергнуты. Если вы так подумали, сейчас это неправда. Они оставались рядом с Ним и в учениках. Но Бог сердце видит, и Он видел, что они не способны идти в эту глубину отношений. Не способны идти так, как Он предложит. Находясь в полном послушании Отцу и пребывать в Его Слове внутри. То есть не способны полностью посвятить себя. Так как я уже вам много раз говорила, послушание только у тех, кто в посвящении. Есть частичное послушание. А есть полное послушание. Частичное послушание ведет человека в спасение. Аллилуйя, Слава Богу! А полное послушание в глубину Отца. Притом в Его сердце. Понимаете? В Отца, но в Его сердце. Как говорится, взошел на горы и позвал себе Сам, кого хотел. А разве Бог не хотел бы позвать всех? Как вы думаете? Хотел бы. Хотел бы, конечно. Он бы хотел иметь со всеми такие отношения. Но, однако, Он увидел. Он же видит. Понимаете? Кто хочет этой близости по сердцу видит. Он призывает всех. Многие слышат призывы сегодня. сколько слышат призыв? Но этот призыв их не трогает. я иногда поражаюсь, как призыв не трогает. Уже конкретно подхожу, даже зовут человека, не трогает. Не вызывает ревности. Нету. Ревности нету. И вот тогда, стоящие среди вот этих всех, возле Иисуса, когда Иисус призвал двенадцать, сказал, ты, 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 двенадцать. Не вызвало в остальных ревности. Не вызвало в остальных желания. А почему они, а почему не меня? Они приняли это как должное. И идут, и вот он пойдет. И Петр, и Иоанн пусть идут. Знаете, я как это услышала, подумала, Боже мой, если бы я там стояла на месте. Упустила бы я это, я бы нет. Вы знаете, у меня же слезы душат, я бы кричала, нет, я тоже. Я не могу остаться здесь, когда они пошли с Иисусом. Они равнодушно ждали. Иисус, думаете, не видел этого? Потом он их и не посвал. Он знал, что у них не горит. У кого горит, они скажут, нет, я тоже. Я не останусь здесь, ты зовешь, я хочу с тобой. Вспомните, как Елисей, как он шел за Ильей. Илья его проверял. Говорит, подожди здесь, я только и сейчас приду. Что говорил Елисей? Нет, не останусь. Я с тобой. Хорошо, пошли дальше. Опять проверка. Подожди меня здесь. Я сейчас приду. Нет, я с тобой. Но я сейчас через реку буду проходить. Останься со всеми пророками. Нет, я с тобой. И восхитил все. Вот это ревность, понимаешь? А когда тебе все равно, ну пусть они молятся, ну пусть они постятся, ну пусть они идут, ну пусть они не спят. Такое и имеете? Тогда вот оно. Тогда подождите. Подождите. Я пойду с двенадцать. А ведь они, эти все остальные, они тоже имели общение с Иисусом, правда? Нельзя сказать, чтобы они не имели общение с Иисусом, как некоторые говорят, и с нами Иисус. Мы не можем сказать что они не имели общение с Иисусом. Люди говорят, Иисус с нами. Иисус с вами. Конечно, Иисус с вами. Конечно. Вы можете видение видеть, и сновидение видеть, и читать Библию, и знать. Иисус был с ними, но это другое. То, куда призывает Иисус, это другое. Они были также в числе учеников, но на гору Иисус позвал двенадцать. Из них, из учеников, почему Он не предложил пойти всем? Вы знаете, что любопытных тоже очень много. Из любопытства многие могли пойти. Послушать, посмотреть, что скажут, а как будет. Ой, как было интересно. Любопытных Иисус не зовет. Ему не надо любопытствовать. За Ним не надо идти из любопытства. За Ним надо идти из ревности. Из великой любви. Потому что те, которые пошли из любопытства, они не дойдут до конца. У них нет ревности и любви. При трудностях они возвратятся. Они способны. Они способны послушать, но не услышать. Они не призываются следовать. И прислыв сегодня тоже ко всем. Звучит в уши народа Божьего. Но не каждое сердце откликается. Не каждое сердечко ревнует, горит, вот здесь вот трепещет все. Поэтому не все входят в близость с Ним. Вы знаете, что такое ревность? Насколько это сильное средство. Чувство, извините. Насколько это сильное чувство. Ревность, любовь, это месть. Что человек не в силах даже отказать хоть в чем-то Господу. Знаете, у меня была изумительная церковь в Белиси. Я была в раю. Любовь там царствовала. Но когда Бог сказал, оставь и уходи, поедешь, куда я пошлю, я плакала. Каждый день у меня просто текли слезы, но я не могла ему отказать. Я тогда сказала, я тебе не могу ни в чем отказать. Я поняла это, я не могу отказать. Если он сказал, что все, тебе конец, я бы и на это пошла. Я поняла, что такое ревность и любовь. Ты не можешь отказать, кого любишь. Ради отношений с Ним. Ты будешь готов на все. Все оставить. Ты будешь готов заплатить цену и цену немалую, какую сам Иисус назначил. Помните, как Он назначил цену близких отношений с Собой? Кто помнит, кто не оставит и перечит. тот не достоин меня. Не достоин меня. Не скажешь, не достоин спасения. Спасешься. Призовешь имя Иисуса, спасешься. Перестанешь грешить, спасешься. Но если не оставишь, ты не достоин Его близких отношений. Он не поведет тебя в сердце Отца. Это душа человека. Она бывает очень привязана. Но если ты не заплатишь цену, ты не пойдешь дальше. И кто может заплатить цену? Помните, Господь нас спросил. Какую цену ты готов заплатить? Помните, были проповеди у нас, да? Какую цену? На что ты готов чтобы идти в глубину? Я все время эти слова помню. Я не знаю, как вы. Но я все время живу этим словом. На что я готова? Я проверяю себя. Я хочу быть готова на все. Кто имеет ревность по Господу? И любовь будет двигаться вперед. Поэтому Дух Святой Тастак спросил тогда. Я покажу вам что такое ревность о чем я говорю и что такое любовь. Я вам прочитаю. Не меньше. Все остальное тоже можно назвать любовью. И многие говорят я люблю Господа. Я знаю даже как проверить вашу любовь. Отними и посмотрим. А вы посмотрите как описывается в песне песней 877. 877. Положи меня как печать на сердце твое. Как печать на сердце твое. Как перстень на руку твою. Ибо крепка как смерть. Крепка как смерть. Любовь. Вы услышали? Какая любовь? Люто. Как преисподня ревность. Стрелы ее стрелы огненные. Она пламень весьма сильный. Потушить любви. Да. Воды не могут потушить любви. и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Вот она любовь. И вот она ревность. Готовая заплатить цену. и не меньше. Люто как ревность лютая. Это такая любовь. Понимаете? Это так описывается невеста. Вот кто такая невеста Иисуса Христа. В ком такая любовь. Кто ощущает себе такую ревность? Лютую ревность по Господу. Как преисподня. Кто так любит Господа. Тот сбирается на гору. Тот будет все оставлять. Только Господь. Он видит при собой только Господь. Он видит, как Господь ожидает. Идет на эту гору. Путь на гору нелегкий. Никогда никто не обещает. Это ложь. Некоторые говорят, покаешься, покрещаешься, все у тебя будет хорошо. В таком случае ты продаешься. И тебя можно купить. За хорошо. Мы не продаемся. Иисус ничего не продал. Он себя отдал. Понимаете? И путь на гору тяжелый. Это труд, это усилие. Это преодоление себя. Своей волей Духа. Свою любовью. это путь посвященный. Путь отрешенный от себя. Все ли могут идти таким путем? Но те, которые идут, они испытывают ближайшие отношения с Господом. я думаю, что дороже этих отношений ничего. Ни одна любовь мира не может сравниться с этой любовью. И вот когда Господь, видя эту любовь, начинает вводить в глубины Отца, в сердце Отца, это откровение Отца. там, в Его сердце, в Его глубинах, рождаются мысли Отца. Это очень таинственное место, где рождаются Его намерения, Его желания, и ты уже сливаешься в Его желания, сливаешься с Его намерениями, ты уже знаешь, что Он хочет. Это такая близость, это дружба. Это называется дружба. И сердце Бога, источники жизни, источники любви. И представляете, когда Он вводит вас в это сердце, где эти источники. Сказано, что Бог не скрывает от Своих то, что Он намеревается делать. От всех ли не скрывает от тех, которые вошли в эти глубины? Да, эти отношения дружбы начинаются здесь, на земле. И потом с этими отношениями вы уже можете войти в небеса, как друзья Бога. Представляете, это все здесь. Это настолько высокие отношения. Я думаю, что тот, который немножечко идет этим путем, может понять, о чем я говорю. Вот они приобретают имя новое и непростое, а которое написано на белом камне. И говорится, что никто не знает, кроме тех, которые приобретают. Я прочитаю вам в Откровении 2.17. Имеющий ухо слышать. У всех есть одно ухо. Не уши, а ухо, которое слышит. Имеющий ухо слышать. Да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему. Дам вкушать сокровенную манну. Сокровенную. Не ту манну, которой всех кормят. Сокровенную манну, которая только на небесах есть. И дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вы знаете, я видела этот камень. Я видела. Я видела его как огромный, вот такой, наверное, вот. На нем огромная книга. Он весь белый, белый, как мрамор. Белый мрамор, могу сказать. И стоит ангел, который вписывает в эту книгу. И несмотря на то, что она мраморная, эти листы можно листать. Это только чудеса небес. Они вроде как тяжелые, но они мягкие, эластичные. И он листал эти. И смотрел имена, которые уже туда вписаны. И сказал тогда мне, что сюда надо вписываться на земле. Нужно здесь вписываться. В нее записываются имена тех, как кто заслужил. Это преданность посвященной жизни, жертвенность служению Господу, ревность по Господу, любовь Божьей собственной души. Они побеждающие. Туда вписываются. В эту книгу. Это не книга жизни. Это белый камень. И только белый камень туда вписываются только они. почести. Разве Бог не хотел бы всех туда записать? Хотел бы. И на гору хотел бы, чтобы все шли. но избирает каждый сам. Понимаете? Он бы с радостью всех позвал. Но избирает только те, которые хотят. Он предлагает. У кого нет лютой ревности, у кого нет такой крепкой любви, как смерть, я умру, но буду любить Господа. Ревность такая, что в этом мире ничего мне не надо. Ничем мне не купить. Нету такого богатства на этой земле, за которое можно купить мою любовь к Господу. Описывает Соломон. Ребята, это невеста. Вот это невеста. Те, которых есть это, это невеста. Они будут там царствовать с Богом как невеста. Они никогда не сойдут с горы на полпути. Их не манит ни резина. Они будут подниматься. Ибо крепка как смерть любовь. Люта как преисподняя ревность. Это не просто любовь. Я вам скажу, это влюбленность. Невеста она влюблена в Господа. Церковь Христа и невеста влюбленная в Господа. И что Господа очень огорчает. Когда Он бросает этот клич и равнодушно не отзываются. Да, конечно, та гора, на которую зовет Господь, и на которую Он призвал апостолов, 12. Оканчивается Голгофой. Поэтому мало кто идет этим путем. только побеждающие. Они также побеждают смерть и ад вместе с Иисусом, но на собственной Голгофе. Это любовь, она побеждает. Это их победы, потому сказок побеждающим. И с побеждающим буду делить свои награды. Ой, я еще о наградах потом буду говорить. Как мне нравится наш любимый Господь. Откровение 12.11 говорится, они победили Его, то есть дьяволом, кровью агнцем, и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей до смерти. Если не отречься о себе, если не возлюбить Бога настолько больше, чем свою душу, невозможно победить. Невозможно. Не пойдете на Голгофу без Господа. Знаете, хочу сказать, насколько примитивно вообще верующие думают об Отце. Об Боге Всевышнем. Бог Всего. Бог Владыка. Бог Премудрости. Насколько примитивно можно думать о вот таком великом Боге, неописуемом, что можно подумать, что Бог, создавая человека, не предназначил для него что-то особенное. Только спасение. Только спасение. Это насколько примитивно надо думать о Боге, что Он предназначил человеку только спасение. Прежде чем Он определил создать человека, у Него уже был великолепный план. И знаете для чего? Для славы. Не только для спасения, это естественно, для славы. Он сотворил человека по этому по образу и подобию своему. Вы думаете, Он сотворил человека по своему образу и подобию для того, чтобы спасти? Апримитивно так можно думать. Он сотворил, чтобы славу явить. Поэтому образ и подобие Бога мы. Я хочу прочитать вам чуть-чуть. Первый Коринфлина 2, 7, 9 написано, что мы проповедуем. Проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Не к спасению, это естественно. Он предназначил к славе может может ли он свой образ и подобие не прославить. По славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Прежде веков, прежде всего, Бог уже предназначил нас к славе. А не только к спасению. Понимаете, у Него есть план славы. Мы предназначены как Сыны Божьи к славе. Но что бы мы себе не предполагали, все ничто по сравнению с тем, что нас ожидает, наш ум не может это воспринять. Ничьи глаза не видели славу Сынов человеческих, какая нас ожидает там, мы даже вообразить не можем. Всякое наше представление примитивно, поверьте, примитивно. Всякое воображение ограничено. И эту славу, эту славу ведет нас только одна личность. Только один проводник. Знаете, какой? Любовь. Это и есть Дух Святой, это и есть Отец, это и есть Иисус. Это все одна личность. Она и есть любовь. Понимаете? Как написано, вы говорите, что вы любите Бога, если вы не любите братья и седер? Если у вас нет любви, нету Бога. Оно естественно. Оно настолько естественно, как дважды два четыре. И так это триединство. и все одним словом можно назвать любовь. Любовь ведет нас к славе. Если вы не любите спасение, слава Богу. А вот насчет славы я сомневалась. Даже мы сами себя не знаем до конца. Господь нам открывает нас. Мы сами себя не знаем. Наши сердца для нас сокрыты. А он хочет ввести нас в свои глубины. Представляете? В глубины Божьего сердца. Когда наш Дух с Духом Божьим в общении мы много чего познаем и видим. Это то, что сегодня Бог показал. Какое Царство Божье внутри нас. Дайте место, Духу Божьему и дайте место в своей жизни собственному Духу. Не плоти. Плоти отодвиньте. Живите Духом. Имейте вот эту лютую ревность и любовь. Написано «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умиршляйте дела плотские, то вы живы будете. Ибо все Водимы Духом суть Сыны Божьи. Понимаете, Сыны Божьи, они просто спасенный народ. Есть спасенный народ. Но здесь на этом месте призывается Высшему быть Сынами Божьими. живите Духом. Я хочу закончить вас это слово теми же словами, как ими начало, что ожидает нас на небесах любящих. Если учесть Божью любовь, Его премудрость, глядя на все чудеса творения, если мы посмотрим на горы, на моря, на океаны, на небеса, на звезды, на все. И это только тень будущего. Только тень. И так великолепно, и так непостижимо. То, что ожидает на небесах? Что за слава может быть на небесах? Просто подумайте. Итак, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открыто, что будем. Знаем только что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Я уверена, что вы даже это не поняли. Подобны Ему. Если вы это поняли, вы сейчас кричали Аллилуйя. Но и это до нас не доходит. А Бог говорит нам тайны. Сокровенные тайны. И призывает нас свои таинства, свое сердце, свои глубины. Я вас благословляю лютой любовью и ревностью. Давайте встанем помолимся. Слава нашему Господу. Он достоин, чтобы Ему поаплодировали. Мы можем аплодировать им.